Сегодня на Рутюнком популярный в России и в Европе талантливый и загадочный Дмитрий Колдун. Дима, давай по порядку начнем с твоего детства. Каким ты был? Всем привет! Каким я был в детстве? Ну, пожалуй, в детстве я был очень послушным ботаником, ходил в очках в школу, сидел на первой парте, учился на дне пятерки и, наверное, с девочками точно не гулял никогда. Ну, до 16 лет, наверное, как-то я учился, а потом уже пошел в разгул, и меня всегда любили. Дима, скажи, пожалуйста, что бы ты сам обязательно рассказал о себе? Какую личную информацию ты считаешь самой важной? Самой важной информацией я считаю то, что фамилия у меня настоящая, а линзы цветные я не ношу. А как ты впервые оказался в шоу-бизнесе? Как впервые оказался, так и не вылажу из шоу-бизнеса. Приехал на фабрику, приехал на фабрику, стоял 8 часов в очереди на морозе. Вот такой вход у меня в шоу-бизнес был, своеобразный. А какие у тебя творческие планы? Творческие планы. Творческие планы, ну вот, мы выпускаем альбом, а потом поедем на гастроли. Так что ждите. А куда ты собираешься ехать на гастроли? Я собираюсь ездить по всему миру и давать концерты. Причем даже там, где меня не приглашали, все равно я туда приеду и дам. А ты собираешься ехать в Америку и Канаду в Гастроли? Конечно, собираюсь. Я всегда собирался в Америку. Кроме того, на самом деле мы снимаем это все сейчас. Сейчас съемка происходит в Америке, на улицах Нью-Йорка. Несмотря на то, что номера на машинах российские, это все специально антураж я сам привез. А ты уже раньше был в Америке? Чем отличается американский слушатель от российского? Американский слушатель, ну, он больше слушает на английском, а русский, он больше на русском слушает. А ты бы хотел в Америке снять свой клип? Я бы хотел снять клип и в Америке, и в России, и во всех местах, где я приеду выступать. Пусть там везде будут съемки. А где бы ты хотел там снять свой клип? Ну, это одна... В Статуе Свободы. Правда, чтобы никто не знал. Только чтобы закадровый голос мог сообщить, что все съемки проходили. Внутри стоит их левит. А что ты ожидаешь от слушателя страны Америки, Канады? Я ожидаю увеличения моего запаса американской валюты, а также понимания и каких-то хороших эмоций со стороны слушателей и зрителей. Расскажи, пожалуйста, про конкурс Евровидения. Ну, знаете, дорогие друзья, если вы не были в Европе никогда, то вы не знаете, что такое Евровидение. Евровидение – это как Грэмми. Наверное, только на Грэмми обычно уже кто-то номинируется, а на Евровидение все приезжают с нуля, молодые либо старые, и выступают там. Поют одну песню в течение трех минут, и потом едут, в общем-то, домой, кто с чем-то, а кто и с ничем. Вот такой грустный конкурс. Очень несправедливый, но местами очень приятный. А как ты считаешь, чего не хватает нашим артистам для того, чтобы реально стать известными на Западе? Ну, как сказать? Наверное, не хватает денег на билет на Запад, потому что вот западные звезды часто приезжают к нам. Видимо, у них есть билеты или какие-то связи, где можно достать с билета. У нас просто невозможно выехать из-за страны, и поэтому мы не можем даже отвезти свой материал туда, на Запад. Поэтому я очень рад, что есть вот интернет, и что меня можно будет посмотреть. Еще такой вопрос. А ты когда-нибудь думал попробовать себя в качестве актера? Нет, я вообще думаю очень редко. Тем более на такие сложные вещи я в основном думаю как бы поесть и поспать. А как стать актером, я не понимаю сейчас. У меня будет очень тяжело. Не соображаю, что вы мне хотите. Поймите. Еще один из наших телезрителей интересует вопрос, откуда пришла такая идея запеть, показать себя именно на российской фабрике? Ну, знаете, идея запеть уходит своими корнями далеко под землю. Со времен еще Адама и Евы люди пели. И вот как раз один из потомков этих двух замечательных человек вот решил запеть, и в общем-то там очень все сложно. Но эта идея, она появилась, наверное, вместе с появлением человечества на Земле. Поэтому я просто ее последователь. Скажи, пожалуйста, ты в себе чувствуешь какие-то способности, веришь ли в волшебство? Я очень верю в волшебство. Я даже умею отрывать себе палец на руки, а потом обратно его. Хотя тут, допустим, если кто не знает, не верит, я могу показать. И видите, раз, а потом обратно прикручиваю. И на самом деле это очень сложно. Я потратил несколько лет, чтобы научиться это делать. У меня дедушка из Запорожья, и там они всей деревней практиковали такую магию. Поэтому я являюсь носителем этого знания тайного. Дима, у тебя масса поклонниц. Как ведут они себя? Не досаждают ли ты, что внимание? Насколько я знаю, масса моих поклонниц сейчас составляет около 100 тонн общая. И это очень большой вес, который мне нелегко нести на своих хрупких плечах. Но я занимаюсь спортом, поэтому поклонниц пока могу выдержать всех и очень хорошо к ним отношусь. Дима, какие девушки тебе нравятся? Мне нравятся девушки, женственные девушки, хорошие, с чувством юмора, с хорошей, опрятной внешностью. Ну, в общем. А сейчас у тебя девушка есть? Нету у меня девушки сейчас. Ужасно как всё. Тоскливо и плохо. Хорошо. Спасибо тебе большое за ответы. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам здоровья, любви, удачи. Пусть у вас всегда будет девушка, если вы молодой человек. А если молодой человек, то пусть у вас будет либо девушка, либо молодой человек, как вы сами хотите. И любви вам, удачи, здоровья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok